Проект «Читай быстро» представляет Сторителлинг. Учимся искусству рассказывать истории. Не забудьте подписаться на канал и дотронуться до колокольчика, а мы начинаем. Что такое сторителлинг? Мы все рассказываем истории, описываем родителям, как прошел наш день, делимся с друзьями казусами или грустными моментами, что-то советуем из личного опыта. Мы любим истории. Основной прием сторителлинга, он заключается в том, что рассказанное должно касаться читателя или зрителя. Для этого чаще всего используются следующие приемы. Мономиф, когда мы видим путешествие героя. Гора, герой истории попал в просаг, но знает, что не зря прошел путь. Спарклайн, сравнение реальной и выдуманной ситуации. Конец в начале, все начинается с кульминации, а потом переходит к логическому началу. Рамка, все истории в рамках одного общего сюжета. Фальстарт, скучное начало и резкое крушение всего. Лучше разобраться в основах сторителлинга, вам помогут следующие книги. Стори-номика от Роберта Макки. В книге узнаете о правильном начале истории, видах препятствий, с которыми может столкнуться персонаж. Метод стори-бенд от Дональда Миллера. Подробно рассказывает, что клиенты хотят услышать историю о бренде, а не о себе. Девять техник сторителлинга от Дэвида Хатчинса. Книга подсказывает, какими орудиями пользоваться для создания интересных историй. В издании много упражнений, правил и техник. Ответы на вопросы, как использовать сторителлинг в рекламе, кому нужен сторителлинг, где ему научиться, а также всю фундаментальную информацию ищите в статье на нашем блоге, по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал Читай Быстро, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя вместе с нами. Продолжение следует...